Следующий шаг – это доводить до конца любое начинание или опыт маленьких побед. Если что-то начал делать – сделай. Это очень важно, потому что дальше, когда человек смог быть здоровым и эффективным, то есть он уже режим дня соблюдает, как знать, тайм-менеджмент есть. Вот всем этим преподавателям тайм-менеджера я бы советовал начинать не с того, чтобы записывать и выполнять, потому что для этого нужны силы. Надо начинать с того, чтобы вовремя вставать и вовремя ложиться спать по тайм-менеджменту. Это самое первое, что надо всем знать. Тем, кто преподает тайм-менеджмент, это нужен тайм-менеджмент, для успеха нужен. Но главное в нем – это скопить силы, потому что делать все вовремя очень трудно, для этого нужны силы. И так доводить любое начинание до конца, все доделывать, означает есть силы. Что к чему это приводит? Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы у тебя появился опыт доверия самому себе. Большинство людей живут с опытом неудачи. Вот допустим, нас запили в коронавирусных квартирах. В своих квартирах запер коронавирус нас. Взял просто, эта энергия времени надавила на землю и всем сказала, сидеть в квартирах. И все раз, ну деваться некуда, так же действует судьба. И нам сказали, штрафовать будем, если выйдете. Хорошо, сидим в квартирах. Ну кто-то в домах своих сидит, кому повезло больше. Судьба лучше. Там уже как-то можно по огороду походить. Кто-то прямо в своей квартире, а кто-то в малосемейке, еще хуже. Там вообще жесть сидеть в комнате получается, а не в квартире. Но что в квартире есть? Что? Блин, окно, а не телевизор. Окно в квартире есть. То есть, если вы сидите в квартире, значит нужно чем пользоваться? Окном. То есть, надо в окошечко высовываться, улыбаться, все. Ну, по беговой дорожке бегать, там зарядку научиться делать в замкнутом пространстве. Вот я из-за того, что езжу, я научился. У меня такая зарядка есть, которую на двух квадратных метрах можно сделать. Вот так вот устать, понимаете? Тот же самый бег на месте бывает, там не только вдаль. Понимаете, отжимания, приседания, там и много-много других разных упражнений, которые можно делать в замкнутом пространстве. Но самое главное, надо понять, что в замкнутом пространстве надо научиться активно и радостно жить. А вот это вот непросто. И надо научиться еще быть с природой. То есть, постоянно свежий воздух глотать и окно открывать, проветривать, на балкончик выходить. Если есть балкончик, вообще супер, жить на этом балкончике, понимаете? Если вы, вас заперли в квартире. Ну, сейчас, слава богу, всех выпустили. Я говорю, а если выпустили, тогда в парк. Ну, то есть, идея в чем заключается? В том, что надо вырваться с... Ну, то, что мы соблюдаем, правило, это хорошо. Но если правило говорит «умри», то его соблюдать не надо. Понимаете? То есть, человек должен понять, что если его заперли в квартире, он должен там не умирать сидеть. А он должен вложить свои силы в то, чтобы научиться жить по-другому. Это другой опыт жизни. Это опыт получают те, кто сидят в тюрьме. Я общался с такими людьми. Вот человек находится в запертом пространстве, и у него два раза. Два варианта. Или сгнить, или жить. Понимаете? Если человек не гниет, а начинает молиться, там, работать над собой в тюрьме. То есть, он что-то делает. Если есть люди вокруг, он им помогает. Вот даже если это уголовники, там, они сначала ему по морде бьют, а потом начинают уважать. Вот. Понимаете? То есть, у меня есть такой знакомый, который так сидел в тюрьме. Он попал в тюрьму, но он там жил здоровым образом жизни. В результате ему два раза располовинили срок. И с четырех лет он подсидел меньше одного года. И его выпустили. Потому что, ну, не тюремный он человек, понимаете? Он хороший человек. Он всем помогал, о всех заботился. Это отдельная песня. Но, понимаете, нас всех заперли в тюрьму во время коронавируса. Чего я вам это все рассказываю? Для того, чтобы в этот момент надо научиться жить заново. Понимаете? Жить в квартире, не выходя. А это другой вид жизни, который колоссально потом поможет. Понимаете? Это не то, что это вид жизни, который потерян. Это вид жизни, который мобилизует человека. Дает возможность пересмотреть свою жизнь. Дает возможность сосредоточиться на молитве. На изучении иностранных языков. На зарядке. На чем хочешь, понимаете? То есть, это другая жизнь, в которой тебя освободили от всех дел. Ты имеешь право распоряжаться своим временем. Понимаете? Ну, если тебя совсем там уже закрыли. Работы нет или что прочее. Я говорю об этом сейчас. Это не значит, что тебе надо напиться, умереть там и обожраться. И смотреть, что такое телевизор. Вот напишите, возьмите табличку, сделайте. И поставьте на телевизоре сверху. На телевизоре или на компьютере. Я не говорю сейчас, что вы работаете на компьютере там. Я говорю о просмотре по кабельному телевидению, там, вот этого всякого-то дефектива всяких, там, всего этого прочего. Над компьютером повесили над телевизором табличку. Моя потерянная жизнь. Вот сколько вы там сидите, столько вы ее потеряли. Потому что они за вас там живут. Понимаете? Один человек живет сам, а другой живет не своей жизнью. Смотрит, как другие живут. Если вы смотрите, как другие живут, ваша жизнь потеряна. Поэтому, как бы, я не против этого всего. Можно иногда что-то посмотреть, когда сил нет уже. Нет сил, ну посмотрите. Но если у вас вообще никогда нет сил, значит, образ жизни неправильный. Если заперли в телевизоре, в доме, это не значит, что весь день надо телевизор смотреть. Нужно делать зарядку, молиться и так далее. Много-много дел есть. Это называется внутренняя жизнь. Внутренняя жизнь. И так доводить до конца любое начинание. Опыт маленьких побед. Для чего нужно? Для того, чтобы сформировать правильное отношение к себе. Каждый человек – это победитель своей судьбы. Те, кто не победители своей судьбы, не получают человеческое рождение. Человеческое рождение – это подарок. Понимаете? Есть много других форм жизни, где нет разума. Разум означает победа над своей судьбой. Запомните, разум дан только для победы над своей судьбой. Нет другой причины, почему живое существо разумную форму тела получило. Разум означает победа над судьбой. Ничего больше другого не означает. Разум – это возможность побеждать, означает быть успешным. Просто успех для человека всегда воспринимается в силу его возможности. Для кого-то кажется, что успех – это научиться хорошие деньги получать на работе. А для другого человека успех означает достичь высшей цели жизни – любви к Богу. Все зависит от развитости, понимаете? И каждый на своем уровне должен стремиться к успеху. Допустим, ты хочешь достичь любви к Богу, а ты даже не можешь себя заставить встать с постели и отказаться от вредных привычек. Значит, ты себе что-то вдруг придумал. Ты не способен такую цель выполнить. Двигайся постепенно, развивайся. Итак, человек должен доводить до конца маленькие сначала дела, потому что на маленьких делах формируется чувство собственного достоинства человека, его способность ценить себя как разумное существо. Вот я смог это сделать, значит, еще что-то смогу. Опыт маленьких побед – очень колоссальную вещь играет в жизни. Я сейчас вам приведу пример, ну, простой. На своей жизни вы как бы поймете, о чем речь для себя. У меня бывает, сейчас уже так не бывает, потому что я пять месяцев сижу дома, живу внутренней жизнью, а это самое лучшее время в моей жизни, кстати. Я очень благодарен этому коронованному вирусу за то, что он дал мне такую возможность. То есть до этого я просто умирал в самолетах, понимаете, ездил, лекции читал. А сейчас пять месяцев я работаю над собой, молюсь, купаюсь в ручье, делаю зарядку. И так, когда я летал на самолетах, то было время, когда не было сил, а надо было давать знания людям, читать лекции и совершать аскезы для этого. Я делаю очень такую жесткую статику. У меня четыре статических упражнения, которые я делаю за два с половиной часа. Понимаете, это очень долго каждое упражнение, по сорок минут. Я там стою на шее, вот это вот позы берет, вперед сгибаюсь, мостик делаю, на голове стою. Вот такие упражнения. Вот. И вот, допустим, я делаю какое-то упражнение, но здоровья и силы его делать нет. И я говорю себе, я не делаю все упражнение. Или вообще, я эту два с половиной часа йогу, я не делаю. Я себе говорю, я делаю каждое упражнение понемногу. И я стою в позу березки, да, вот в это вот стою. И мне надо стоять сорок минут, там, ну, долго. Вот, и я делаю это упражнение. Как я себе говорю? У меня есть опыт маленьких побед. Я себе говорю, ну, ты можешь простоять минуту? Ну, ответ внутри. Ну, 30 нереально, не могу. Минуту можешь, могу. Все, минуту стоим. Еще можешь минуту? Могу. Еще минуту стоим. Еще можешь, но вроде не умираю. Еще минуту. И так 30 минут. Следующее упражнение? Нет, следующее упражнение так же невозможно. Хорошо. Ну, просто начать можешь, могу. И так далее. И так полностью весь цикл. Потом просто вот все взрывается внутри. Ты встаешь, и у тебя полон сил. Опять можешь читать лекцию. У тебя есть возможность побеждать судьбу. Понимаете, о чем я говорю? Это опыт маленьких побед. Вот, допустим, бежишь тоже, когда я бегаю длительной дистанции, там, по 17 километров, по 16. Это нужно для здоровья. Это другая тема. Вот. Но, понимаете, когда ты очень устал из перелета, то ты не можешь пробежать даже 100 метров. Ну, 50 можешь, могу. 50 метров бежим. Еще можешь 50, еще могу. 50. Еще можешь 50, еще 50. И так далее. Понимаете, это очень ценное знание. Попытайтесь его понять. На таком опыте маленьких побед человек может все, что угодно сделать. Вот, допустим, экзамены сдать не могу в институт. Ну, можешь прочитать вот один вопрос? Могу. А выучить его можешь? Могу. А вот этот теперь вопрос можешь? Могу. И так далее. Вот все не могу выучить, а один вопрос могу. Это называется опыт маленьких побед. А почему ты можешь один вопрос? А потому что есть этот опыт. Маленькие победы я могу побеждать, большие не могу. Понятно, да? Опыт маленьких побед дает возможность победить себя всего полностью. И не нужен опыт больших побед. Не надо себя настраивать на длительный срок. Допустим, если я скажу, бегу 16 километров. Это туго очень. А бегу километр вообще комфортно очень. Потом дальше. Пробегу километр. Дальше посмотрим. Иногда бывает, иногда, иногда, когда я не могу бежать совсем больше. Ну хорошо, не можешь, не можешь. Ничего страшного. Мы же решили километр бежать. Но обычно после километра еще могу чуть-чуть побежать. Ну тогда бежим еще. Понятно, да? Не надо свою силу воли сразу напрягать на весь промежуток. Это все равно, что прыгать на 9 этаж сразу. Мы же не прыгаем на 9 этаж. Можешь на одну ступеньку, подъезд можешь зайти? Могу. На одну ступеньку можешь встать? Могу. На следующем можешь? Могу. На следующем можешь? Могу. И вот так потихоньку до девятого этажа. Так человек должен жить. Вот не могу с этим мужиком жить, допустим, да? Я его не выношу. Ну хорошо, ты вообще как бы в целом не можешь с ним жить. Ну можешь ему улыбнуться, допустим? Могу. Можешь ему доброе слово сказать? Могу. Вот это сделай сейчас. А она вообще как бы сможет с ним жить? Об этом не думай просто. Понимаете, это называется успешный, как человек действует. Он вот так действует. Ты можешь эту войну всю Великую Отечественную пройти и победить? Нет. А можешь сейчас вот гранату бросить? Могу. Бросай. Понимаете, да? Ну то есть вот это мышление, оно очень колоссально помогает жизни. Но его надо тоже достигнуть. Потому что большинство людей не доделывает до конца маленькое дело. И это очень плохо. Это портит всю жизнь. Не позволяйте себе не доделать маленькое дело. Один человек подошел ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, я хочу научиться два часа молиться. Я говорю, а сколько ты молился вообще в своей жизни? Он говорит, максимум 15 минут. Я говорю, молимся 16 минут. Но каждый день. В 16 это ерунда. Я говорю, вот так и будем делать. Он говорит, а почему? Я говорю, потому что ты понял, что это ерунда для тебя. Значит, так и делай. Но каждый день. Не 2 часа, 16 минут. Это значит, что придет время, и ты будешь 17 минут молиться. А потом 18. И ты идешь правильным путем. Правильный путь это путь маленьких побед. Запомнили? Все. Это очень важно знать. Это принцип. Научился что-то делать? Не сдавайся, не отступай. Делай это. Но все состоит из маленьких побед.